осенью мы стандартно готовимся к сезону вирусных инфекций и конечно мы очень рады что сейчас лето задерживается что все больше больше солнечных дней тем не менее уровень никто не отменял и подготовиться к этому сезону можно и нужно уже сейчас и одним из методов профилактики вирусных инфекций является питание мы все слышали про лук про чеснок про гвоздику даже и конечно хочется понять какие продукты стоит включить в рацион которые бы эффективно являлись средством профилактики вирусных инфекционных заболеваний и какие продукты следует исключить из рациона чтобы иммунитет как бы не мешать ему работать об этом расскажет врачи и толкнутый циолог марина сергеевна макиша мариночка здравствуйте здравствуйте лук чеснок стандартные борцы с простудой кто-то их бусы из чеснока делали раньше но сейчас уже не видел никогда я не слышал даже чтобы делали действительно или можно при помощи питания профилактировать простуду давайте сразу обозначим что безусловно состояние иммунной системы и то насколько она способна справляться с различными вирусами и бактериями зависит от общего состояния здоровья и конечно в этом контексте питание имеет очень важное значение ведь иммунная система эта система живая которая постоянно производит различные клетки да лейкоциты различные антитела то есть это фабрика по сути которая постоянно активно работает которую нужно обеспечивать всеми необходимыми питательными веществами белками витаминами микроэлементами чтобы выработка антител шла нормально да чтобы мы могли отвечать на те угрозы которые возникают в окружающем пространстве и здесь говоря об иммунитете в первую очередь стоит отметить что речь конечно идет не каких-то вот отдельных продуктов которые как-то раз иммунитет сразу нам поднимут речь идет в первую очередь о сбалансированном разнообразном питании о профилактике тех дефицитов которые действительно могут привести к снижению иммунитета и мы сегодня как раз отметим какие витамины микроэлементы особенно важны для поддержания хорошего иммунитета для нормальной работы иммунной системы а хотела бы такой небольшой офф-топик сделать да марина сергеевна рассказала про визике анонс о чем мы сегодня будем говорить это очень здорово но я хотела бы задать вам вопрос который написала зрительница пока еще не было нас с вами эфирного времени здравствуйте хочется узнать ваше мнение про корневор диету про вред пользу противопоказания если они есть спасибо когда растительное все исключается да вот подобные подходы к питанию потенциально для нашего здоровья очень опасно потому что вот такая диета предполагает что в рационе в основном присутствуют продукт продукты животного происхождения при этом практически полностью исключаются овощи и фрукты и конечно для кишечника такая диета имеет негативные последствия видно для нормальной работы кишечника в первую очередь нужна клетчатка нужны пищевые волокна нужно клетчатка в том числе растворимая которые питаются полезные бактерии обитающие в кишечнике и я думаю что многие уже знают что именно от состояния кишечника во многом зависит состояние нашего иммунитета и поэтому любые диетические программы которые предполагают жесткое ограничение каких-либо продуктов питания уменьшение но слишком сильное уменьшение калорийности рациона но и вот тем более такие подходы исключающие полностью практически овощи и фрукты могут навредить кишечнику а значит и снизить иммунитет наш иммунитет живет в кишечнике есть такое утверждение это так то есть нам нужно в первую очередь заботиться о микробиоме ну не только конечно кишечник определяет состояние иммунной системы как показали исследования последних лет действительно в зависимости от того какой баланс кишечной микрофлоры мы наблюдаем по факту это может влиять на то насколько активно иммунная система отвечает на различные угрозы но в частности выработка антител и различных противовоспалительных факторов с этим напрямую связаны и это здорово с чего начать здорово то что мы узнаем с чем и какими способами надо бороться с чего начинаем вот сегодня уже у нас 9 9 сентября ну конечно мы напомним о том что поскольку все антитела это белковые молекулы то конечно следить за количеством белка в своем питании очень важно мы обращаем внимание особенно на такие продукты как например рыба морская рыба потому что помимо белка она содержит еще омега-3 ненасыщенные жирные кислоты которые тоже очень важны для иммунитета потому что это как раз строительный материал для образования некоторых иммунных клеток в том числе кисломолочные продукты которые помимо белка будут содержать еще определенный набор как раз тех самых полезных бактерий которые помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры и тоже есть ряд исследований что люди которые регулярно включают кисломолочные продукты в свой рацион меньше страдают различными инфекционными заболеваниями и простудами в сезон то есть вот такие исследования по крайней мере я видела их даже проводили среди школьников и действительно включение вот в рацион кефир бифидок ацидофилин в этот период времени будет полезно там и белок и полезные бактерии но а мы обращаем всегда особое внимание на овощи и фрукты которые содержат в первую очередь каротиноиды то что является предшественником витамина а потому что вот витамин а он очень важен для работы иммунной системы он стимулирует выработку клеток иммунной системы и кроме того он очень важен для восстановления слизистой оболочки клеток слизистых а как раз слизистый это барьер по сути да вот мы контактируем где бактерии вирус это же воздухе в основном присутствует и вот состояние слизистых это тоже важный фактор для того чтобы барьерные функции которые выполняют они чтобы они выполнялись нормально да чтобы бактерии и вирусы не проникали в наш организм кроме витамина а я напомню о том что дефицит витамина d тоже достаточно часто ассоциируется с более частыми случаями различных заболеваний инфекционных да и поэтому вот витамин d а точнее продукты которые его содержат а это в основном как раз жирная морская рыба о которой мы уже сегодня говорили тоже в свой рацион нужно добавлять регулярно вообще есть такая рекомендация что в течение недели важно съедать 300 400 граммов жирной морской рыбы и из нее как раз мы будем получать и омега-3 и витамин d которые необходимы для нашего иммунитета никакие баты тогда по поводу омега-3 нам не нужны получается да в принципе мы можем абсолютно спокойно получать необходимое количество омега-3 из обычных продуктов и учитывая что у нас есть возможность приобретать их в магазине да и сельдь и скумбрия и печень трески все это нам подходит как раз как источник омега-3 и витамина d знаете интересную фразу вы сказали для пытливого ума да очень важно понимать как что работает для того чтобы рекомендации доходили прям в глубину скажем так до самого сердечка вы сказали что антитела это белковые молекулы антитела да то есть когда человек переболел например гриппом у него есть антитела гриппу да то есть это клетки которые его победили получается так и для того чтобы они формировались нам нужен белок чтобы у нас постоянно эти защитные штучки формировались именно поэтому вот такие неправильные подходы к питанию которые очень часто ограничивают прием белковых продуктов всегда повышается риск того что иммунная система начнет давать сбои вот опять же если мы посмотрим с вами на историю то как раз нехватка белка в питании очень часто ассоциировалась со слабым иммунитетом да вот в те голодные времена когда еще у нас не было возможности получать продукты в магазине в таком количестве вот одной из причин плохого иммунитета была как раз нехватка белка в питании и более того как показали исследования иммунитет очень его состояние очень тесно связаны с присутствием в организме цинка и люди у которых наблюдается дефицит цинка чаще страдают инфекционными заболеваниями это уже научно подтвержденный факт и вот как раз цинк это тот микроэлемент который содержится в том числе в продуктах животного происхождения но например курица индейка это хорошие источники цинка кроме этого мы можем выбирать например цельнозерновые крупы в которых тоже будет присутствовать определенное количество цинка и отруби вот отруби тоже хороший источник цинка поэтому люди которые включают свой рацион регулярно например индейку там или курицу они в принципе получают достаточное количество цинка давайте пройдемся теперь по конкретным продуктам витамин c это наши апельсины замечательные мандарины сейчас будет сезон цитрусовых достаточно ли витамина c в апельсинах мандаринах для того чтобы восполнить этот витамин и который бы стал на защиту нашего иммунитета я напомню в первую очередь о том что витамин c является очень важным кофактором то есть участников ником процессов деления клеток да и вот как раз для того чтобы клетки делились образовывались антитела и другие агенты нашей иммунной системы витамин c действительно нам необходим кроме того он является достаточно мощным антиоксидантом и поэтому получать в питании его необходимо регулярно и кстати не только цитрусовые являются хорошим источником витамина c превосходит по содержанию эти продукты например черная смородина облепиха клюква но самый простой вариант который я предлагаю это болгарский перец который можно купить в магазине в любое время года и в принципе одного болгарского перца достаточно для того чтобы вы полностью закрыли потребность витаминия c суточную или например есть один киви поэтому вот здесь 200 процентов суточная норма 100 граммах киви я знаю витамина c поэтому продукты разные квашеная капуста опять же вот в сезон скоро начнется это поэтому из тех заготовок которые будут полезны для иммунитета вот квашеная капуста стоит стоит эту заготовку все-таки сделать потому что есть захотелось вот помимо того что там будут и клетчатка которая нужна для работы кишечника и витамин c там будут еще те самые полезные бактерии которые тоже будут помогать нам поддерживать хороший иммунитет марина сергеевна у нас есть звонок от нашей зрительницы зинаида здравствуйте вы в прямом эфире добрый день здравствуйте здравствуйте я постоянный слушатель ваш и вот я как-то слушала передачу про яйца и я тоже начал эти яйца чтобы желток был жидкий а вот сальмонеллез и как не получится не приобретется с этими жидкими желтами значит сальмонеллез возникает не из-за того жидкий желток или у мы сварили яйцо вкрутую бактерия располагается на поверхности яйца и самая большая проблема бывает именно в том же если яйца были но не прошли соответствующий контроль и сальмонелла могла оказаться на поверхности то есть на скорлупе поэтому мы напоминаем о том что яйца которые вы покупаете лучше все-таки хорошо термически обрабатывать да самое главное не пить их сырыми потому что когда их пьют сырыми то вот обычно прокалывают яйцо и собственно говоря вот это скорлупа но и с не с нее мы получаем сальмонеллу вот поэтому вот состояние желтка но не так важно сколько важно чтобы в принципе лучше покупать яйца в магазинах там где они проходят соответствующую проверку обычно сальмонеллез это вот бывают ситуации когда это дикие какие-то прям утки или что-то такое вот люди тоже находят эти яйца но вспышки сальмонеллеза у нас встречаются редко уже в настоящее время да и еще я поняла каком эфире идет речи вы слышали врач инфекционист рассказывал что когда яйца хранятся очень долго больше 28 дней по моему их нельзя хранить то сальмонеллез если он там есть а скорлупы уже впитываться начинает поэтому вот срок хранения продуктов это что же очень важно да да всегда нужно обращать внимание да когда вы покупаете но мы всегда выступаем за то чтобы покупать такие продукты в понятных местах где по крайней мере на них есть документы и если не дай бог произойдет какая-то ситуация можно было бы по крайней мере отследить да и вот тоже кстати из таких наблюдений которые мы проводили в практике и делали соответствующие исследования что яйца в магазине там где они являются ходовым продуктом всегда бывают более свежими чем яйца на рынке потому что яйца на рынке дорогие их там покупают реже и когда вот мы делали контрольные закупки оказалось что яйца на рынке бывают за гораздо большим сроком вот нахождение на прилавке до чем яйца которые люди покупают в магазине мария в магазине я тоже ну и ты идешь по полкам а кстати да яйца нужно ты же не целенаправленно приезжаешь магазин именно за яйцами очень часто это идет как в довесок марина сергеевна вопрос во время пандемии к вида кто помнит напишите кто не помнит мы расскажем 4000 рублей за килограмм как вы думаете что это стоило нет это был это был имбирь конечно есть традиционное представление о том что имбирь это такой фактор который помогает иммунной системе работать хорошо и как-то может нам помочь как раз в том чтобы противостоять различным вирусом бактерий где здесь правда имбирь сам по себе является достаточно хорошим продуктом с точки зрения содержания антиоксидантов с точки зрения содержания витамина c кроме того у него есть бактерицидные свойства то есть да если мы с вами пожуем кусочек имбиря то рост бактерий в ротовой полости немножечко замедлится это вот как раз бактерицидные бактериостатический эффект но говорить о том что если мы пойдем сейчас пить с вами чай с имбирем и при этом не будем вообще следить за своим питанием не будем мало с вами гулять на свежем воздухе и как-то иммунитету это поможет было бы конечно ложью да то есть один какой-то продукт питания нам в том чтобы поддержать иммунную систему в хорошем состоянии не поможет но включать в сезон данный продукт в свой рацион использовать его для приготовления чаев будет хорошо потому что благодаря таким своим эффектам он все-таки будет помогать нам ну по крайней мере поддерживать в хорошем состоянии свою иммунную систему в комплексе с другими полезными веществами витаминами микроэлементами счастье он не стоит сейчас 4000 рублей за килограмм как стоило во время пандемии кто-то кто-то один сказал что это помогает коронавируса и все просто цены взлетели но вот я тут приведу тоже данные исследования поскольку когда был к вид очень активно исследовались и различные добавки их влияние на иммунитет и смогут ли они реально помочь предотвратить инфекцию так вот то что мы с вами говорили про цинк вот в этот период помимо продаж имбиря очень сильно выросли продажи добавок с цинком но как оказалось вот дефицит цинка иммунитет снижает а дополнительный прием добавок с цинком никак не влияет на риски развития инфекционных заболеваний поэтому мы как раз говорим о том что нам важнее сбалансированное питание чем прием каких-то добавок кстати то же самое касается витамина c вот поддерживать в питании необходимое количество c ежедневно это важно для хорошего иммунитета но дополнительный прием аптечных препаратов витамина c в профилактике инфекционных заболеваний не помогает помогает только в период болезни где-то на 2-3 дня сократить продолжительность болезни и немножечко снизить выраженность симптомов да поэтому вот мы ратуем за то что питание должно быть разнообразным сбалансированным и что лучше витамины и микроэлементы получать из натуральных продуктов все-таки потому что так они лучше усваиваются а вот синтетические витамины не всегда работают также как витамины которые мы получаем из обычных продуктов питания я хочу вам рассказать свой опыт друзья если у вас если вы видите наш коркод на экране обязательно напишите в наш телеграм-канал напишите свой опыт какие продукты вы употребляете для профилактики либо для лечения простуды и гриппа я точно помню что когда заложен нос я кстати практически никогда не пользуюсь каплями но сосудосушивающими уже очень много лет когда заложен нос есть очень такой интересный способ горчица сосисками пробивает просто моментально или хрен это же тоже вот эти вот острые продукты во время простуды они полезны или они наоборот там где-то лечат где-то калечат но в первую очередь такой эффект пробивающий связан с тем что в составе подобных продуктов есть вещества которые обладают раздражающим действием и усиливают микроциркуляцию в зоне да то есть в области слизистых вот поэтому нам кажется что она у нас как-то прям вот пробило но обращая внимание что тоже с такими продуктами нужно быть аккуратнее потому что с одной стороны вот этот благотворный эффект может наоборот стать неблагоприятным если как некоторые там кто-то себе лук в нос закапывает для профилактики то есть таким образом в большой дозе это может только навредить слизистым а вот в умеренном количестве да действительно и горчица и хрен являются хорошими тоже такими продуктами для профилактики разных заболеваний поскольку у них тоже есть такой вот бактерицидный бактериостатический эффект но и конечно про лук и чеснок про которые все помнят в период простуды но что здесь интересно что вот те самые фитонциды которые по сути являются природными натуральными антибиотиками они тоже замедляют размножение различных бактерий на слизистых их можно и мы их получаем не когда мы едим этот продукт а когда мы вдыхаем запах и поэтому достаточно порезать лук или чеснок вот мелко и именно подышать вот вот эти вот этими продуктами для того чтобы получить эффект то есть даже не обязательно их вот прям непосредственно есть а я наоборот я когда режу лук чеснок давно не резала не было статьи меня такого никогда на чеснок чтобы глаза так сильно слезились когда режу лук я нож под холодной водой значит сначала споласкиваю и в какой-то момент это перестает работать снова водичка холодная и снова нарезаешь лук и вообще нет никакой рези а в этот момент есть полезный эффект или нет я думаю что в первую очередь конечно это зависит не от того смочена наш с нож водой или нет а от качества самого продукта вот бывают действительно лук и чеснок вот ядреный да вот порезал ты луковицу и вот стоишь и рыдаешь и бывают что вроде порезала никакого эффекта но то есть это зависит уже непосредственно от сорта от условий где выращивался продукт то есть сколько там будет содержаться этих полезных веществ а вы не знаете случайно вот этот старый способ когда при простуде да мы сегодня говорим про профилактики простуды мне очень интересно не совсем про диетологию тем не менее дышать над картошкой а почему над картошкой ну наверное потому что раньше вот просто над кипятком дышать же не будешь да это не так удобно самый простой продукт который был в каждом доме это картошка вот поэтому конечно ждать что картошка какие-то там полезные вещества выделяет которые помогают нашему иммунитету это неправда но это просто вот удобная форма когда люди дышали над каким-то вот продуктом который действительно постепенно отдавая пар но немножко прогревает слизистая тоже улучшает микроциркуляцию вот и обладает таким но физиотерапевтическим эффектом зачем еще подышать так если почему от кипятком не подышать ну мне кажется что над кипятком и быстро выдохнет вода не не очень удобно картофель все-таки постепенно будет отдавать температуру да и поэтому а что вы думаете по поводу витамина c именно во время простуды усиленных доз я читала исследования что сокращает там очень огромные дозы витамина c сокращает длительность болезни на один день но вот мы уже обозначили что да прием именно прием дополнительно витамина c в виде добавок но или соответственно усиление его в рационе благодаря продуктам может помочь в течение заболевания и сократить продолжительность там вот по разным исследованиям от одного даже до трех дней но конские дозы пить самостоятельно не ни в коем случае не нужно пить конские дозы никаких добавок потому что это может вызвать неблагоприятные эффекты в том числе оказать негативное воздействие и на печень но и нас на состояние организма до лекарства или яд все зависит от дозы и поэтому вот использование каких-то добавок больших дозировках всего на сегодняшний день мы рассматриваем как ситуацию которая может наоборот угрожать здоровье к нам дозвонилась наша третинца светлана здравствуйте здравствуйте вы в эфире откуда вы нам звоните я звоню из дубны московская область очень приятно какой у вас вопрос у меня такой вопрос я купила биологически активную добавку значит д3 2000 и плюс к 2 плюс ну да значит и вот сейчас я без назначения врача как бы решила это принимать но вот я несколько капсул пропила за такое ощущение как будто как-то вот силы прибавились вот хотела бы задать такой вопрос как вы считаете это не вредно без назначения врача вот так вот принимать профилактическая как бы доза вот это точно не профилактическая доза профилактическая доза 600 международных единиц при отсутствии дефицита и соответственно мы рекомендуем прием именно такой вот недавно были выпущены современные уже пересмотренные рекомендации по витамину d и как раз мы предупреждаем о том что высокие дозы витамина d не очень полезно для здоровья да если вы хотите пить для профилактики то достаточно 600 международных единиц в течение дня соответственно если у вас вот прям сама капсула на 2000 то это по сути на три дня да то есть вам тогда нужно пить ее один раз в три дня вот но для того чтобы мы могли определить правильную дозировку все-таки есть определенные рекомендации по тому кому нужно сдавать анализы да если есть дефицит витамина d то конечно тогда у нас немножечко другая дозировка будет уже для коррекции но вот в целях профилактики 2000 это однозначно очень много столько не нужно вот одна таблетка вам в таком случае на три дня а почему вы купили эти витамины что вы хотите профилактировать просто как бы ну я слышала что осенью надо вот именно но осенью и зимой надо пить витамин d так как у нас как бы в нашем климате недостаток этого витамина но профилактический прием где-то с конца октября по конец апреля действительно ну по крайней мере мы рекомендуем то есть есть вот некоторые кто считает что можно не пить витамин d но поскольку мы живем в регионе где действительно солнца мало и если тем более вы не едите регулярно морскую рыбу жирную да то лучше вот все таки пить дополнительно витамин d но морская рыба это же не обязательно лосось форель кита это же могут быть сельдь да мы как раз про эти виды рыб в первую очередь и говорим сельдь скумбрия то что нам хорошо знакомо потому что это во-первых рыба дикая дикая рыба всегда полезнее потому что она водится обитает в море непосредственно да потому что вот тот же самый лосось в большинстве своем то что мы можем купить в магазине это не дикий лосось да это лосось который выращивается на аквафермах и соответственно там уже совершенно другое содержание витаминов и микроэлементов и той самой омега-3 за которую мы так ценим дикую морскую рыбу поэтому вот простые виды там сельдь скумбрия сардина прекрасный вариант и прекрасный источник необходимых витаминов и микроэлементов селедка под шубой я рекомендую просто тогда уже селедку со свеклой вот чтобы майонеза много не добавлять в этот салат вот в таком варианте это будет лучше ну или сделать какой-то там тоже легкий форшмак без большого количества сливочного масла есть форма в которой вы эту рыбу будете есть она может быть разная вот но у нас например в семье четверг рыбный день и в четверг мы обязательно едим жирную морскую рыбу спасибо большое за ваш звонок и спасибо большое за консультацию очень интересно и позитивно друзьям продолжим через пару минут